добрый день друзья приветствую вас из геленджика отлично ребята поддон немножко тут вайфай меня не пошел привет корень приветствую приветствую жизнь вайфай был на телефона теперь я переключил его на нормальный вайфай привет привет олег приветствую ребята приветствую вас лет держит на связи ребята сегодня для такая жестокая погода просто буквально сейчас плюс 6 и проливной дождь прям вообще погода в германии друзья в германии помню зимой вот такая жесткая погода вообще татьяна мороз приветствую татьяна вообще-то я буквально сегодня даже не гулял чуть-чуть алексей дарова а gsb а ведь привет привет дорогой иван из москвы с первым снегом о приветствует москве уж не купила ребят обалдеть конечно ребята вот так крыму тоже дожди да сейчас дожди в крыму тоже понял понял сейчас здесь тоже общего погода жизнь москве снег первых ух ты вот это круто уже снег ребята уже осень все быстро зима начинается отличным и друзья вот вчера к сожалению уходила стрим отдыхал вот посмотрел обедать на российский город что хочу сказать друзья ну что-то я не повод в город какой-то он пока я там ехал ребятам каким-то объездными там ну на по навигатору есть соответственно в центр все остальное ребят одни фуры по городу едут одни фуры буквально вообще как-то на российском я не привлек набережных конечно красиво все отлично но плане вот прогуляться друзья . как тут езды там пробки одни тоже хотя суббота была вчера вот сегодня с 7 пробки стояли одни фуры едут вообще прям по городу просто фуру на какой-то такой портовый торговый просто одни эти грузовые машины на машинах лежит на земле тает быстро а по им по им по им все по ребят все было я тоже вас печальку хватанул небольшую у меня оказывается я помню камушка попал когда ехал где-то между воронежем и ростовом вот где-то камушку не попал сейчас трещина пошла по лобовому стеклу вот наверно скоро попаду вот пока еще не знаю вроде пока все нормально трещинка уже идет вообще во все о кирилл привет дорогой привет супер привет приветствую новороссийск город да но российс города лёха для меня спасал закрыт нет прививки а у как питали вышла на улицу и израиль а все правильно будут делать метод метод вот от прививки круто это сейчас уже получается никуда не пускают но я сейчас гиджики ребят магазинку и зашел даже что-то спросить у них одевать и маску сразу вообще вот так вот уже какой-то магазин такой хороший . магазинку здесь был не печешь снимали такое-то название не помню название такое но очень такой элитный зашел посмотреть просто мне парковка своя есть такая полтора часа бесплатно можно стоять такой ну уж эти конечно да ребят эти маски пипец завтра скажут ведро на голову одевайте без него не подходите на россии город хиник камазов с прицепами да 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 вот я говорю что ребят одни фуры фуры камазы с прицепами да вот одни фуры едешь прям вообще кому-то этот они один грузовой транспорт вообще конечно съездил я посмотрел а брау дюрсо ну как так не сильно впечатлился видно я уже насладился там всеми этими озерами красивыми вот всем остальным поэтому как спокойно уже помнишь когда-то твоя машина 700 тысяч рублей господи заучился своей машине же тролли проль этот пролли забудь уже эти продавать не буду не переживай господи 700 тысяч рублей для меня она миллион сто стоило так и будет миллион сто стоить но может дешевле будет стоить вот так что забудь уже о ней я ее продавать не собираюсь я на ней поеду туда мне она очень нравится хотя по поводу машины просто балдею вот вообще просто вот она так кайфово едет ребята просто балдеть я просто просто кайфую вот езжу еду на ней ребята и просто кайфую по поводу машин вообще супер так что такой еленджик если только что видео было из ялты ария какая ситуация просто мои видео немножко задерживать потому что просто я монтировать не успеваю ребят там и достаточно быстро еду поэтому видео друзья идут него с небольшим опозданием вот я уже в гиржике сейчас видео выйдет окончательно там по крыму вот и соответственно чуть позже там я ну уже будет видео как и сюда принципе отсюда и доехал за каких там два дня я в ялте был то есть ванат был два дня буквально поэтому принципе сейчас и два три видео ребята и я уже буду гиржик сейчас еще осталось одно интервью так что все будет как в песне шнура замечательный мужик меня вывел гиржик точно точно гиржик да 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 кстати на этой песне гиржик запопуляют ну чё ребят хочу сказать первое впечатление гиржики вот я сейчас ночью заехал ребята ну просто он красочно вообще конечно там такая вывеска гиржик город-курорт вообще прям очень конечно красиво вот завтра надеюсь дождя не будет пойду посмотреть хотя в год прокачусь на самокате на нем да привет бывал радужный приветствую вас жесть так татьяна алексей у меня вопросик имеется ты какой хим-продукт для воды в караване использовал или вообще ничего не добавлял хим-продукт это имеется таблетки которые в это беды но обычно который продаются караванский магазин там такие таблеточки но где-то надо евре стоит примерно примерно одна таблеточка. Вот эти, которые продаются, я их только использовал, где в воду я ничего не добавлял, который там душ, понимаешь, я ничего не добавлял, только вот бью туалет и все. Больше ничего. Ему машина снится твоя. А, ему, да, да, Джейсон, точно, точно. Хочет всю мою машину за полцеды купить, блин, не получится. Ни хрена я ее не отдам за полцеды, ребят. Машина едет просто замечательно. Вот человек, конечно, камушек не попал на трассе где-то, ребята. Боюсь, стекло, наверное, придется, не знаю, когда, но стекло, наверное, придется лобовое менять, оно, наверное, дорогое будет, я думаю. Там трещина пошла уже такая хорошая. Я даже чуть заметил сегодня случайно. Привет, Алексей. Ты слышал, что Александр Испании изнутри уехал в Украину? Да? Нет, не слышу. Но я сейчас посмотрю его канал. Я видел видео, какое-то вышло, что он там уезжает в Украину. Ой, уезжает куда-то. Ну, сейчас уточню. Напишу ему, Саше. Угу. Что-то все уезжают, ребята. До Лукина, до Путина на кофе зайдешь. До Пукина. Евгений, что за Пукина? Путин, что ли, на кофе? Про что пишется, не пойму. Что за Пукин? Не пойму. На совсем уехал. На совсем уехал. Ну, не знаю, тоже, Алексей, у меня прям какой-то дежавю. А, видите, привет, еще разочек. Дежавю. Понял, понял. Ну, Александр Волошин. Волоктин. Один, Алексей. Как вы? Какие новости? Александр, да все нормально, ребята. Я немножко вот отдыхаю. Вот. Ванатик познакомился вот с интересным тоже подписчиком. Зовут Максим. Ребят, скоро вот увидите видео с ним. Просто, ребят, монтировать не успеваю. Там надо какое-то время. Вот. Пока сейчас немножко в таком трансе. И поспать. И вроде ехать надо дальше. И я понимаю, что сейчас холода начинается. Надо уже в Турцию двигаться. Вот. И здесь тоже не хочется немножко посмотреть. Осмотреться немного, друзья. Вот. Поэтому вот как-то еще вот сейчас в общем буду побыстрее монтировать параллельно. Так вам просыпаюсь. Сегодня вот видео сделал, ребят, для вас. Вот сегодня в 5 утра встал. Монтировал часа 3-4 где-то на видео. Не могу, ребят, никак это самое сделать. Налог с меня снимает американский 24% с Ютуба. Не могу и понять, почему, блин. Вот. Делаю-делаю. Вроде все одобрено. Налог снимают. Не пойму. Что за фигня такая непонятная вообще. Ютуб там. Типа я резидент Америки. И работаю у меня в Америке. Я говорю, у меня с Америкой ничего не связано. А у меня налог этот хера еще 24%. Ну, кто в теме по поводу Ютуба, ребята. Так. Поэтому, ребят, потихонечку двигаюсь. Вот. И сейчас, надеюсь, время покажет. Вот. Видите, уже холода начинается. Поэтому надо уже отсюда быстрее. Быстрее ехать. Вот. Уже там Сочи. И уже из Сочи там в сторону уже Грузии. Потихонечку. Поэтому так. Помню, как ты в прошлом году стримил. Гитары не хватает. А, гитары. Эх, гитары в машине есть, ребят. Не рассыл. Сейчас, как я ее не подделал. Видите, ну, можешь как-нибудь сделаю. Просто в таком путешествии сейчас как-то сложновато. В автодоме как бы проще было. Там все-таки все вместе лежит. А здесь я, получается, ребят. Здесь мне еще надо не забывать, что каждый день нужно, как говорится, жилье. Вот. Жилье еще нужно. Об этом думать тоже. Ну, попробую поиграть. Когда буду на одном месте, ведь обязательно буду играть. Остановимся. Серега, Серега, привет. Привет, Люк. Как ты там путешественник? Все, Серега, отлично. Спасибо, дорогой. Спасибо. Все нормально. Вот. Видите, сижу вот, ребят, в классном месте. Вот. Отлично вообще номер такой. Здесь просто супер неожиданный такой подарок для меня, друзья. Такие дела, ребята. Так, почта. Сереж, привет. Если трещина небольшая, можно засверлить и заклеить. Привет. Ага, привет. Сережа, там такая трещина уже хорошая. Вот такая вот. Ну, не на полстекла, на четверть стекла уже такая пошла. Я, видно, ее не замечал. Она, видно, уже началась. Я ее не замечал. Поэтому, не знаю, может быть, вот завтра-последавтра какой-нибудь съесть же, заклею. Вот, заклею. Ну, как, спрошу хотя бы, что с этим делать вообще? С этими трещинами, что можно. Да, Саня в Украине приехала отдохнуть. Да, ну, отлично. Татьяна, ага. Для туалета, само собой, я имел в виду именно для воды. Если ничего не добавляю, проблем не будет. Да нет, ничего, проблем не будет. Ну, единственное только, вот этот душ, который, он забивается, его просто надо чистить таким, типа иголочками таким. Душ как-то забивается. Татьяна. Через какое-то время, да, вот, ну, там душ у нас был, там, ну, как такие тоненькие резиновые, ну, как вот, откуда вода льется, вот эти резиновые такие штучки тоненькие, мелкие, вот они забиваются. Их просто надо там прочистить чем-то даже, по-моему, я даже не помню, просто как-то прочищали, что-то меня, в общем, супруга меня прочищала, Юля, вот, я уже даже не помню, что-то там наделал, я, по-моему, как-то, в общем, прочищали. Ну, там ничего такого сложного нет, там, в общем, все просто, так что тут, Татьяна, не запаривайся на эту тему, там ничего сложного такого нет, просто вода там, ну, видно, что-то там засоряет с чем-то, я не знаю, ведь воду заливаешь непонятно где тоже там, то где-нибудь там на мойке на какой-нибудь, то еще на какой-нибудь заправке, еще где-нибудь, поэтому, вот, там, что сделать и все там еще сложно такого нету не в курсе звучит так как будто совсем хотя есть надежда что временный он как-то пока не раскрывает все карты посмотрим что дальше чего так и сансу привет привет александр приветствую приветствую я уже задолбался пересматривать твои видосы в автодоме где ты был где ты был быт показываешь понятно сергей ну все сергей к сожалению я автодом продал ребята автодома больше нет ребят я его продал поэтому ребят теперь к сожалению вот путешествие вот машине еще какие-то пока вот так друзья влад привет алексей мы макс трава продал сегодня автодом и ищет авто а он тоже продал максим да ну видите ребят что ж видите максим быстро накатался кто-то в год два полтора ведь у меня автодом 6 лет вот из которых то я уже шестнадцатого года в пятнадцатый я купил шестнадцатый я уже канал завел youtube кто как ребят видите я достаточно долго катался но видите друзья автодом он тоже привязывает мать привязывает вас если вы считай купили такие потратили такие деньги то соответственно как бы получается автодом начинает вами рулить ну если конечно вы осознанно там подходите к этому вопросу просто для меня как-то дом был там такой весомый причиной на него равняться там как там ну путешествует ехать раз он есть значит надо путешествует я уже забрадал и соответственно вот уже хочется просто как-то вздохнуть же потому что вот это как с одной стороны это круто здесь двой стороны конечно есть небольшой в этом плане как висяк потому что вот здесь вот поэтому вы должны были путешествовать а поряд что там где-то и сил бывает нету и ведь там супругу может быть не захочешь тут но всяких вот таких нюансов геленджик замечательный мужик до дележит замечательный мужик точно вот я завтра пойду смотреть замечательного мужика геленджика точно точно нет планах посетить молдавию через украину да алекс я бы с удовольствием молдавию посетил да просто ну как как туда заехать тебя это не начался в украину ехать как мне сейчас сказали что украина меня уже там сколько сам три года или пять лет не пустят записали меня в какой-то сайт миротворец. Поэтому мне пока ни в Украину никак. Ну, не знаю, конечно, ребята, это я уж так подкалываю. Вот. В Молдавию с удовольствием бы съездил, конечно. Но, ребят, к сожалению, видите, сейчас с этими вот границами просто сейчас геморрой какой-то. Поэтому лишний раз дергаться куда-то не хочется. Пока. Всем приветствую. А, Игорь, приветствую, Игорь. Привет, дорогой. Приветствую, Одессе. Привет. Лайкать душа – это мелочи. Лейкать душу – это мелочи, да. открутить и заморить и слить для техники. Лобовой подклеить и кататься до следующего булыжника. Увы, это расходный материал. Хорошо. Но колесо камень прилетел. Не колесо, а камень прилетел. Ну, да, да. Согласен, согласен. Да, согласен. Гильджик хорош в сезон, но не этот. 2021 год для Краснодара и Крыма не задался с мая. Может быть, ребят, все-таки не скажешь, что в этом, вот в том году, в это время купались еще. А в этом году что-то никто не купается. Но это неприятный сказал, что в Сочи купался до 6 ноября. Я вот надеюсь, что я успею еще доехать до Сочи и купнуться там хотя бы нормально. Замечательный Леха нас всех вывез в Гильджик. Да, 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 Кирилл, точно, точно. Гильджик, ребята. Я в Гильджике, ребят, кстати, был в последний раз в Татсотове. Это был 16-й год как раз. Мы выехали сюда вот на психологический тренинг. Вот. Поехали в Гильджик как раз. Он у нас проходил в Бетте в июле месяце. Ну, друзья, я помню в Гильджике, ребят, это просто, ребят, жара была просто адская. Просто адская была. Там невозможно было в автодоме вообще ночевать, жарище вообще невозможно, ребят, было. Поэтому мы там, помню, на велосипеде прогулялись, там у меня даже крышу срывало от того, что просто жарко было так, что просто невозможно вообще. Вот. Поэтому, конечно, в Гильджике у меня такие впечатления. Летом здесь очень жарко. Так. Лайков, да, ребят? Спасибо за лайки, Бабара Дужина. Спасибо большое. Спасибо, ребят, за лайки. Роман, привет вам. На пробежку в Салову теперь мы с вами не скоро. А, да-да-да, Роман. Нет, к сожалению, ребят, пока в Испанию не поеду, ребят. Пока. Туда, ребят, честно сказать, и не хочется пока, ребят. Пока. Я не знаю, ребят, что со мной такое переключилось там, как говорится, там хаять, ребят. Я ничего не хаю. Просто, друзья, у всех свои какие-то нюансы. Понимаете, мне сейчас важнее гораздо жить в легальном статусе. Смотрите, я не хочу как-то бомжевать, как-то быть полубомжом. Если бы мне сейчас было лет 25-30 даже, ему, может быть, пофигу было бы. Я там нелегалом был бы, там что-нибудь насчет работы думал, там документы. Ребят, ну сейчас тебе просто напрягаться не хочется. Я уже вам много раз, ребят, говорил, что я не хочу, как говорится, платить за то, чтобы жить, понимаете. Здесь я могу спокойно жить, за это не платить. И не работать точнее, понимаете. Вот, а там мне придется что-то документы делать, там или деньги какие-то показывать, там это геморрой тоже проходить все эти дела, там или идти там через контракт, там надо работу как-то идти, там или с кем-то договариваться, бабло опять платить кому-то, понимаете сами, да. Вот, поэтому я не вижу там, ну, одни, в общем, расходы. И расходы не маленькие, ребят. Понимаете, здесь, например, я куда-то иду, здесь какие-то вещи стоят, там тысячу, полторы, вот так, две, вот так вот, какие-то вещи, понимаете, стоят. В Испании, ребят, сто-то пятьдесят евро минимум, понимаете. Там пятьдесят евро еще надо что-то пыскать. За пятьдесят евро там даже никто, извините, за жопу не поднимет. Везде сто-то пятьдесят евро минимум. Там справка, помню, какая-то там сто восемьдесят евро я там делаю справку, понимаете. Ну, как вроде, может, для Испании звучит копейки сто восемьдесят евро, а длина сто восемьдесят евро вообще для меня пятадцать тысяч рублей, ребят, вообще-то так, правильно, даже не пятнадцать поменьше, тринадцать тысяч рублей, это бешеные какие-то матерях останавливаюсь там за до 1000 рублей понимаете ребят ну испании ты вообще там никуда не сядешь ничего за эти деньги так там куда ты никуда нигде не остановишься поэтому друзья просто разные вещи мать раз я сейчас здесь сейчас ребята сейчас есть просто дышу немножко и вздохнул здесь бюджет такой более-менее нормальный понятно еда магазине например тоже также стоит еда но какие-то ряд услуги не стоит гораздо дешевле понимать трещина стекле образовалась как мне конечно дуну как неприятно конечно себе но я не так сильно не паришь потому что как бы ну здесь услуги стоят дешевле у меня нет такого волнения машины там будет у меня машины бизнес-класса пусть она там старенькая такая бизнес-класс в испании я вообще там волновался бы ездил потому что там просто ну любой подал на сразу на бешеные бабки здесь такого нет поэтому да здесь тоже есть такое ну россии что в россии очень много достаточно плюсов друзья но плюсы вы эти увидеть только тогда когда проживете за границей пока вы же границы не пожили вы будете россию хайта если херово все остальное здесь достаточно очень круто вам по многим вопросам понимать просто вы это не цените потому что вы думаете что там все там медом на одном месте медом намазано ни хера ничего не намазано ребят ни хера ничего не намазано понимаете с документами жопа там тут так вот куча нюансов мать и вот по этому и поэтому конечно здесь я сбираю потому что мне не хочется единством платить платить уже тут же тебя уже повторяю сплате это были там работать для того чтобы житель а зачем продажRight испании если там буду работать и сам не нужно у испаминю отдыхать бывать отдыхать не работать просто отдыхать там тоже боль там погода хорошие а естом будешь работу ничего такая испании вообще нужно ребят найти рассерана нужно испании потому что жизни вы даже увидишь стиран руки уrees кто моем понимать это просто моя моя логика такая там кто-то там туда легко попал там как документы сделать очень я просто не вижу смысла вот поэтому для меня пока сейчас здесь sky-фобии вот сейчас я приеду там дает дает если все-таки дает до турции на к я построюсь там нормальный документ сделаю там будешь пристраиваться к стране из-за того что тебя даже просто там в легальном статусе этого спокойно могу там взять билет улететь там в россии еще чуть-чуть белый человек буду ходить а спокойно все документы а там хоть какая-то бродяга были в этой испании то непонятно там то ли дорвешься на полицейского там то ли тебя он осмотрит здесь на машину вообще сесть непонятно там то ли 500 евро штраф получит ли то ли не получит понимать вот такой геморрой эти качели они нахер не нужно понимать меня устанавливает рассмотрели проверяли документы но 0 там им позже на все там твои документы им ничего более там если не воруешь там тебе без разницы неприятный момент никуда не никуда ничего не прийти там никуда не счет это нормально только через помогал там через бабло все понимаете вы все блин геморрой здесь вот я уже ставлю вам здесь карточка сбербанка в год обслуживание стоит 400 рублей ну там в первый год вроде 700 потом 400 ребят в испании 13 евро месяц ребята обслуживание счет стоит не забывайте об этом поэтому чтобы там жить то есть чтобы жить на эти бабки нужно там работать потому что гораздо дороже потому что рублевом эквиваленте это дорого все эти вещи очень дорого мать рублевом эквиваленте если там деньги у вас россии вы получаете в россии очень хорошо то конечно вам пофигу там 13 евро стоит или 400 рублей это вообще пофигу вот ну когда извините у вас там как-то все так более-менее то извините никак конечно там человек который там например там получал миллион рублей там это грубо говоря там десятку евро в месяц там есть такие люди кто там зарабатывать по крайней мере я даже знал таких людей сейчас ниже не общаюсь но раньше знал конечно и что в испании жить что в россии им принц пофигу потому что десятка евро в месяц там или 100 миллион рублей в месяц про тебя тут и где угодно может прожить правильность вообще без разницы что испании что россии так без разницы того что кислоте где не хватит там если так это не сильно много а когда у тебя так за из них что-то ужатой то конечно ты будешь убирать где жить или там жить чтобы работать понимаете поэтому здесь разница есть поэтому здесь AMP и атехер так гифт дефолты все остальное ребят богатым людям вообще пока не stance беднее да они стали беднее но они комфорт не потеряли потому что у них и так все нормально а него morte не потерял да какие-то вещи для них стали чуть дороже но ни кто-то финансы есть поэтому быть кто пострадали обычные люди такие там среднего достатка там такие пострадали, да, вот, поэтому, конечно, кто, нормальные люди, у кого статус есть, они могут вполне в Испании жить, там, ну, да, там дороже, ну, плачешь, что же там, ну, если деньги есть, нормально все, поэтому, те вопросы, вот, поэтому, да, тут, меня, может, поймут только те, кто, вот, скажем так, тоже не более финансовый, а у кого нормально там, нормально все с деньгами, все остальное, он даже не поймет, в чем дело, вот, так, ребят, сейчас по секундочку почитаю, так, ой, ребят, сколько вы написали всего, сейчас все, друзья, ага, так, 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 привет всем, ага, давай Тули в Украину решим твой проезд, а, Сереж, да, Серег, сейчас я уже, Серег, застроил уже туда просто ехать, а то меня, кажется, там уже потеряют, вот, в Турции, поэтому сейчас я уже настроен все-таки туда ехать, уже в Турцию, вот, Сереж, в Украину в следующий раз, может быть, кстати, из Турции вылечу Украину потом, Серег, поэтому пока уж Украину оставлю, вот, а то, что мне тут написали, что меня тут в этот сайт завели, уж пока не хочется никуда дергаться, вот, Евгений, привет, Алексей, как дешевле путешествовать-то в автодоме или по хостелам? Да, Евгений, какая ситуация? Конечно, дешевле, наверное, путешествовать будет, я думаю, если по городам именно, то, конечно, по хостелам, если, конечно, будете становиться где угодно, то лучше, наверное, все-таки будет автодом, потому что, ребят, хостелы просто не в каждом городе есть. Во-первых, у нас хостел стоит 500-600 рублей, вот, я, например, там, вчера смотрела, там, комната, на 10 человек, на 12 коек хостел, ребят, стоит 500 рублей, понимаете, даже 400 рублей есть в городах, вот. В Европе в городах стоит где-то 12 евро, 14 евро, бывает 10 евро, бывает там 16 евро, вот так, ну, плюс еще постель надо доплатить, у них там вот так вот хитро сделано, ты берешь там хостел, блин, белье свое должно, типа, быть, за белье там еще 2,5 евро отдай, в общем-то, так у тебя двадцатка почти не набежит за ночь, вот. Поэтому здесь просто убирать, просто единственный момент, в автодоме у вас с тобой все вещи, вы едете, там, как бы, ни к чему не привязаны, это плюс. Ну, видите, вы покупаете автодом, вы укладываете деньги, а по хостелу можете в любое время, извините, кататься, только единственное, ребят, просто, ну, от такого вот этого, как говорится, бродянеческого образ жизни, вот, просто от него тоже устаешь. Вот мы, когда покатались по хостелу тут, помните, путешествие с Андреем у нас было, вот, из Польши, Андрей, на машине путешествия в Германии понемножку, ребят, тоже укатались, хорошо, там, мы еще с ним там находили где-то отель, там, за 30 евро, и то на двоих мы скинулись, там, у нас получалось по 10, там, 12, 15, 16 евро, там, один раз мы только пролетели с ним, там, не успели в хостел заехать, его закрыли просто, видите, там, еще, ребят, здесь хостел я могу в любое время прийти, я вас спрашиваю, хостел, как вы работаете, класс, в любое время может прийти. А в Германии, например, хостел закрываются в 10 вечера, в 11 вечера, и все, мы там приехали по первой ноте, хостел закрылся, им пофигу, нам пришлось там этот отель брать, ну, который, без ресепшн, который там, прям сразу оплачиваешь, пришлось там в отель один раз, мы залетели, там, за 60 евро, там, уж негде было приничать вообще. Вот, поэтому там свои просто нюансы. Если, ребят, вам коротко надо покататься просто там, дешево, то, конечно, автодом не надо покупать, ребят, зачем, просто по хостелам проездили, там, за 10-15 евро вы все найдете, скажите, жилье себе, ну, там, за 20, может быть, вот, ну, почти во всех городах, я думаю, почти во всех городах, ну, в каких-то городах, может, Швейцария, там, не знаю, Канады, какие-то там, я не знаю, дороже гораздо будет, но почти везде есть хостел, где там в 10-15 евро просто, ну, вполне вам хватит. А уж в России, тем более, там, 4-500 рублей будет стоить, 600 рублей будет стоить, вот, 800 рублей хостел стоит, где там, 4 кровати, мы стоим, за 600 рублей, где там, 6, ну, не 4 кровати, а 4-х человек, там, 9-2-х ярусных кровать, вот, там, или там, 3-3 двухъярусных кровати, например, там, 6 человек, на 8 человек, может быть, ну, по-разному. Привет из Киева. О, Александр, приветствую вас, приветствую, не забываем лайки, ребят, спасибо за лайки, ребят, о, 120 человек нас смотрит, ну, отлично, ребят, значит, все-таки, сегодня не все устали, спят, свободные люди. Ребят, ну, что хочу сказать, ребят, я сегодня вообще почти сегодня не гулял, просто сегодня вообще, ребят, просто почти дожди, дожди сюда пришли, конечно, жесть полная. Так, Иван, в 19-м году в Ялте до 28-го октября купался, потом обложил с тучами и отвернулся в столицу. Ага, гильджик, сезон, всегда жарко, день 38, ночь сюда, ребят, тут днем просто жизнь была, и ветер, ветер горячий, да, ветер горячий был, согласен. Глеб Матлёха, что бы сейчас купил автодом и кастомвайер? Да, наверное, кастомвайер, конечно, я купил бы, я сейчас купил бы что-нибудь даже, ребят, не автодом вообще, не кастомвайер, может, просто купил бы обычный минивэн, и все, просто минивэн купил бы. Мне сейчас, в принципе, никакие кухни не нужны, тут, в принципе, сейчас еды, ребят, сейчас готовы кучи просто. Вот я сейчас в Новороссийске арендовал этот отельчик на два дня, ребят, ряжешком был очень крутой магазин, там все только нет, там, салат под шубой готовый, там, ну, понятно, что подорожный немножко стоит, там, всякий салат в кучу был, потом там, любое мясо тебе было, там, пожалуйста, любые какие-то вкусные булки, прям при тебе их всякие, ну, не булки, а как называются вот эти, типа самсы вот эти все, вот это такой вот, как называются, кавказская кухня, что ли, ее назвать вот так вот, все боится, поэтому, что только не было вообще, просто, ну, там, пожалуйста, все готово к покупателям, это как, типа магазин такого, где там мясо, шашлык, все есть там полностью, там курица, там, любая, там, запеченная такая, барайна, что только не было, в общем-то, поесть как бы не проблема, и даже не ресторан, ты просто с собой берешь, ну, цены, конечно, такие недешевые, но перекусить можно, друзья, сколько вы съедите? Вы съедите немного, правильно, там, ну, в ладони, наверное, умеете, то, что вы сидите, правильно, поэтому там на 200 рублей можно всегда перекусить, вот, я не считаю, там даже если в магазин зайти, поэтому я даже сейчас не паюсь уже там по поводу, там, что там, кухню, а там еще что-то, кухня более не нужна, кухню на перекуси день, можно зайти куда-нибудь, и все, он с тобой что-нибудь купить, все, я как-то сейчас непривидлив, вообще к еде, я, в принципе, скажу, бля, что я в ту доме прям очень сильно готовил, ничего подобного, на это время все, ребят, на это время надо тратить, понимаете? Так, Айс, приветствую, Айс, Айс, бэйби, приветствую, Алексей, скажите, какое место для зимовки ваша жена выбрала в Турции, или по каким критериям был выбор? Друзья, пока мы еще до конца вот не выбрали место, быстрее всего это будет Алания или Анталия, вот, пока просто где находится она, там просто она еще до меня туда вылетала, и просто там все знают в этих местах, хорошо, вот, у нее там остался контакт, где там просто недорого она дом снимает, вот, а так вот она по этим критериям выбирала, наверное, не знаю, как здесь сказать, без меня это решение принималось. Что там по теме локдауна? Ну, ладно, не знаю пока, ребята, я пока спокойно еду, машины ездят много, я никаких локдаунов здесь пока не вижу, слухи ходят, что Алексей Клочков купила в суду Макса Тревора. понятно все, купила в суду Макса Тревора, ребята, куда мне Крайсер будивать, ребята, он за полцены его предлагает только купить у меня Крайсер, почему Родину продаем, товарищ, ой, почему, господи, опять, а, ребят, что хочу сказать, я опять взял всех хейтеров, разблокировал, ребят, кого я опять блокировал, опять всех хейтеров разблокировал, поэтому, видите, опять всякие любители Родины стали писать, а знаете, кто распространяет эти слухи, что Алексей Купил в суду Макса Тревора, ну, понятно, что хорошего в России, хорошего в России, Александр, ну, что могу сказать, Александр, для меня здесь наш самый хороший, то, что у меня здесь легальный статус, я гражданин России, для меня вот это самый хороший, то, что я здесь могу спокойно ходить, понятно, здесь какие-то свои плюсы и минусы есть, вот, ну, по крайней мере, так, и видите, здесь, и можно и путешествовать не так дорого, и все остальное, поэтому, конечно, извините, если у меня выбор станет жить не в Испании, но жить, чтобы там жить, нужно работать, конечно, я выберу, ребят, чтобы в России, и чтобы здесь, как-то, не больно сильно работать, понимаете, вот такая же, не работаю вообще здесь, точнее говоря, все-таки у меня там есть какие-то небольшие дивиденды, там, аренды, все остальное, понимаете, вот, конечно, я выберу здесь жить, ребят, неужто я выберу Испанию для того, чтобы там жить и работать, нахер вообще это не нужно, ребят, понимаете, а пока, к сожалению, с моим небольшим бюджетом. Работать я и не хочу из-за денег. Понимаете, таких там, больших каких. А минимально, соответственно, в Испании не проживет. Вот. А у нас все что-то делать. Поэтому мне проще здесь быть, понимаете. Здесь быть. Или где-то рядышком. Какие там. Грузии, Турции. Там где-то, ну, более-менее все подешевле. Я, ребят, сейчас какие-то такие европейские страны богатые, я просто не тяну. Мне для них нужно работать, понимаете. Мне для них нужно работать. Ну, или иметь там легальный статус, чтобы там ссали сидеть там или еще что-нибудь. Там или еще что-нибудь, понимаете. Поэтому мне это не нужно просто. Я не в этом, что я какой-то лентяй, там заботряс там и все пишут. Ребят, я достаточно много тружусь. Достаточно много тружусь. Просто это за кадром идет. Вот. Там видео делают, там монтируют. Тоже такая очень сильная работа. Достаточно большая. Но, к сожалению, видите, у людей, основная масса людей, у них в голове там работа классическая в основном. Классической работой я уже давно не занимался и не собираюсь заниматься. Вот. Поэтому, конечно, для меня, конечно, я уберу Россию, чтобы здесь комфортно жить и больно никуда не бегать. Вот. Чем там я буду жить и работать там, то есть жить и работать. Статус важен. Время настало такое. Выжить, выставить. А Испания от нас никуда не денет. Да вот, согласен, Роман, согласен. Вот. Согласен тоже сам. Поэтому я сейчас не вижу смысла, что мне там сидеть-то. Если бы там у меня, ребят, хотя бы документы были, я бы тогда что-то подумал над темой. Мать, а там мне за эти документы нужно налогов кучу платить. Мать, там нужно деньги отдавать или идти работать. Ну, нахера мне нужны такие документы, ребят? Нахера? Нахера нужны мне такие документы? Если там 300, 400, там 500 евро надо будет отдавать просто так вот. Да, понятно, что это можно там вернуть. Ну, зачем с этим связываться, ребят? Мне сейчас 46. Там, когда у меня будет ПНЖ, мне будет всего 51. Надо ли мне все вообще это, понимаете? В 51 год там все это помыше. Надо ли все это мне? Нахер все это нужно? Уже не хочется, ребят, напрягаться, не хочется напрягаться. Я иду путем меньшим сопротивлением. Вот так вот. Где вот там не сильно, я так смотрю, пробую, раз, здесь нормально. Ну, значит, сюда иду. Если там какие-то затыки одни, затыки всякие там с документами, бумагами, еще какой-то хер там, или какое-то вымогательство денег там у тебя, ну, понятно, это не прямое вымогательство, а у нас же как, ребят, вымогательство денег? Какое-то там, купить что-нибудь здесь надо, эта бумажка столько стоит, эта столько стоит, вот тут надо заплатить, там заплатить, вот это такое. Я считаю, это вымогательство просто-просто такими культурными способами, культурными способами по сути дела. У тебя просто так, потихонечку там тут надо заплатить, тут надо заплатить. Вот Поэтому Мне это не нужно Мне проще здесь Вот, поэтому у меня такое мнение Так что, ребят, только вы, кто там, скажем так Мою ситуацию какую-то, ну, оценивает Там и смотрит, то вот, ребят, оценивайте Смотрите сами Я говорю, что просто, друзья, кто там сильно Хайит Россию, я говорю, что просто Вы не жили нигде в Европе, понимаете Вы не жили просто нигде в Европе, просто надо пожить Окунуться туда, посмотреть, вот Я там не хочу сейчас хайить там Испанию Там если чё-то ещё Европа, я просто, ребят, сейчас Сюда приехал, ребят, я здесь реально вздохнул Понимаете, я здесь вздохнул, друзья Понимаете, прямым свой слов Вздохнул нормально, я хоть немножко отдохнул Потому что ты постоянно был в напряжении Там постоянно тут-там что-то Какой-то напряг, тут какие-то там Братья-иммигранты, тут непонятно Там вот такой вот, там непонятно где, что, как, куда Понимаете, где там нужно представить На стрёме там, потому что там Люди голодные, понимаете. Здесь, вот я Каких-то знакомых замечаю, ребят здесь как тут проще деньги тратить, здесь просто их больше денег, понимаете? А в Испании просто меньше, их просто вообще там почти нету, понимаете? Там просто они там, как говорится, на вес золота там деньги. Там просто служат заработать. Здесь они как-то более, здесь легче заработают, здесь поэтому люди как-то спокойно тратят, более так тратят. Я здесь сам даже тратить как-то легче все. Ну, как-то по-другому здесь. Там все прям, ребят, там каждый евро, там буквально, как будто у меня последний евро, понимаете? Там другая-то немножко атмосфера, другая атмосфера, понимаете, другая средообитания. Такая более нищенская Ну, это можно побыть какое-то время, ребят Но мне не хочется там сейчас быть Я хочу быть нормальным среди обитания Так Курбан, приветствую Алексей, все правильно говоришь Лучше жить здесь и сейчас Чем где-то нелегально жить Ты пожил за границей И сделал свой вывод Да, ребят, согласен, Курбан Я не вижу смысла вообще Куда-то мне сейчас бежать Что-то там куда-то, зачем, мне нормально У тебя там паспорт сейчас, права там Я сейчас посмотрел, думал, там за грамм права У меня были, за грамм международных права Куда-то их потерял Они у меня еще год должны действовать, но потерял Почитал, оказывается, в Турции загранники не надо Вот у меня в Испании прямо требовали за грамм права Международные права имеется Там за этот штраф Ну, в Турции обычно наша карточка нужна Я говорю, ну, значит, я их делать не буду Все, ребят, поэтому не хочется напрягаться В Турции, если там права поменять Просто их воздаешь, тебе дают турецкие права Все, в Испании надо учиться, ребят Потому что куча-куча геморроев, ребят Которые, по сути дела, не нужны Вот эти права, это тоже очень сильный геморрой, понимаете Вот у меня хороший друг сейчас в Испании Он сдал на права, но год, понимаете, год Он с ним разговаривал, он говорит Леша, вот еду, говорит, и волнуюсь Потому что, блин, ну, пока там вот учился Там уже, ну, учиться параллельно А на машине надо ездить На испанских номерах Он говорит, езжу, говорит, и волнуюсь, говорит Может быть, сейчас создают нахер 500 евро лепят, понимаете И вот этот геморрой, ну, зачем он нужен? Человек за рулем, там, 30, сколько там, получается 40 лет за рулем, там, ну, там, машину знает Лучше, там, чем испанцы Более, ты тут права должен выучить И, соответственно, это поборы Поборы денег Дополнительный побор денег за это Просто вымогательство денег за эти права Тебя могут, по сути, должны просто нормально поменять Потому что, ну, чем отличаются, там, российские, там, вождение Права, там, от испанцев Да ничем Ну, плюс какие-то свои, там, круговые движения Какие-то, там, небольшие минусы Видите, а это просто поборы Чтобы ты, там, заново выучился Потом ты еще, там, несколько завалит Там, за это поборы заплатишь Там, не как у нас, там, сколько там Тысяча рублей, может, стоит, не знаю Другой А там стоит, извините, там, чуть не 150 евро Дополнительная задача, по-моему В общем, видите, вот такие вот вещи, ребята Они просто высасывают все Вроде так это ни о чем Но они просто деньги высасывают конкретно И все И так везде, ребята, понимаете Вроде тут, вроде, что-то это надо А раз, а Ребята, если все это в евро прикинуть Это бешеные бабки, понимаете В евро это все бешеные бабки У нас никак Вот, я говорю, здесь 500 тысяч здесь такие Полторы, там, две Ну, вот эти максимум такие Там, ребята, это 50-100 евро минимум 50 это вообще еще так не подходи Сотка Это прямо вот 100-150, 100-150, ребята А что такое 100-150? Это бешеные бабки Понимаете, для меня это бешеные бабки 100-150 А для Испании вроде не так ничего Мы же там живем, типа того Ну, кто-то там живет, работает Да, еще можно А если, например, у меня доход с Россией, ребят Ну, извините, для меня это дорого Вот, если доход с Россией Я не дарил Вот, поэтому, блядь Здесь очень много таких нюансов Которые, в общем-то, я не приемлю просто сейчас И мне не нужны Я не хочу платить там Непонятно за что Просто дороже переплачивать за то Что я в Испании нахожусь, ребят Мне что, перед кем-то надо выпендрить, что ли? Нет Какие-то въебоны Извините за мой французский Въебоны мне никакие не нужны Там, в Испании живу Ну, пожалуй, там, в Испании Ну, вот сейчас здесь живу, ребят Не скажу, что мне здесь все-таки хуже совсем Вот, отлично Так Так, так Влад, ага Макс В Белоруссии Я в Тудом с Белорегистрацией А, да, да, да Точно, точно, да Джейс Лехов Встретишься в Турции с Блодием и Туркиш Пипол А, Туркиш Пипол Семья, она русская Он турок А, да, да Что-то, по-моему, я такой вот Слышал уже про это Джейсон, обязательно, Джейсон Сейчас надо начать туда доехать А там я уж посмотрю, конечно Конечно, встречусь со всеми, ребят Там, кстати, в Алане Очень много блогеров живет Обязательно встречусь Лехов Так, так, так Ну, и правильно Медом там мне намазан Да Согласен, согласен Блода, радужная Спасибо Так Алекс В Европе полный попа с работой Лучше в Грунцию Там и климат теплый Да, да, ребят Понимаете В Грунцию, ребят Я могу не париться больно Могу там На какие-то свои дивиденды жить Российские, как бы говоря, ребят Ну, там и стоит все дешевле Там зарплата дешевле Ну, там и стоит все дешевле Какие-то вещи, понимаете Услуги стоят дешевле Все проще гораздо, ребят В Испании, потому что Ну, вот помните Я с этой машины попал, ребят Я с этой машины так наелся уже, ребят Вот этого Из европейского, блин Сервиса Вот так вот просто, ребят Я там полгода с этой машины Просто мучился Вложил там в нее еще полторашку Кое-как там Ее там догнал Ее там продал В России Кое-как За чуть выше полцены Я ее продал Понимаете Просто Ну, я так намучился С этой машины Ну, нахер мне этот геморрой нужен Понимаете Не доценил я свои возможности Понимаете Не доценил Туда надо ехать с бабками Ну, иначе ты будешь все это сам собирать Там по гаражам По всем остальным В пятницу менял масло И фильтр 108 Ух ты Масло и фильтр 198 евро Игорь, что-то дороговато Игорь Мне на автодоме В Тревехе Меняли масло 100 евро стоило А, ну, может быть Еще, конечно, фильтр дополнительно Там денег стоит Делали 4,5 часа Ух ты Испанский стиль работы Что-то очень дорого вообще Что-то 200 евро Это очень дорого, по-моему Для Испании Что-то, Игорь Очень дорого Так, подон Влад Будет пролеснул Ребят, ссори Так Ой, ребят Пролеснул Подон Ой, сколько Написали-то Друзья Так Вот Нашел Ребят Ага Так Драмоедов Не любят В Европе Поэтому Ты там Не выжил Поэтому Ты там Ну, может быть Не любит Так Влад А куда все делать Ага Он драмоед Он блогер Ага Ну, ладно Пусть Пусть Кто-то Меня там Называет Пусть Называют Я не обижаюсь Знаю Это Чушь У всех Свою Реальность Ничего Страшного Так Влад Кто тебе Это Сказал Подливизор Скобей Ага Живу В Тубрице 25 лет Этот Тип Пургу Гонит Для Детсада Если А, ну вот Да Я Заблокировал Слушай, походу Тебя придется Опять заблокировать Че-то Ты уже достал Уже Так Барс Витеревенский Кот Привет, Алексей Велисе Прекрасный Город Для Зимовки Сухой Солнечный Запахом Утром Свежего Кофе Отличный Барсик Вот Ребят Поеду Сейчас Надеюсь Грузию Меня пустят Поэтому Посмотреть Белиси И Батуми Спасибо Лайк 21 Спасибо Спасибо за лайки Ребята Спасибо О, ребят 49 лайков Ребят Может сегодня До соточки Доберем Ребят Давно уже До соточки Набирали Давайте попробуем Друзья До соточки Набрать лайков Спасибо большое Вам Вот Спасибо Ребят За лайки Спасибо Сразу лайки Побежали Отлично Ребят Спасибо большое В Англии Полно еды На полках Ну да Сейчас еды Очень много готовой Очень много готовой еды Ребят Просто Сейчас вот Куда только не глянь Вот я очень много Захожу Везде готовая еда Прям вообще Сейчас Обхудеть невозможно Обхудеть Уже хочу давно Очень сложно Ребят Привет Из Дальканты Как дела там А Денис Привет Дорогой Привет Все нормально Денис Все нормально Денис Вот В России Отлично Отлично Все Пока Ребят Я в Балдеев Еду Отличном Истину Вам говорю Алексей Сразу из Геленджика Поедет В Гадры К Якиной Что за Якины В Гадрах Не знаю Из Турции В Украину Тоже вариант Можно И в Молдову Ну вот Может быть так Вот да Может быть из Турции Самолетом Вылететь И все Почта На складах Все лежит В клады По всей Европе И Азии А Понял Максим Годовое обслуживание Гольфа Маслофильтра 380 евро Официально удивленным На меня Это не Напрягает Ну Хорошо Максим Так Ну что Так что Там С продуктами Ага PR-менеджер Украины Ага У меня бизнес Рассыпался В 16-м году И живя В 50 лет От Генжика Уже 5 минут Не можем На море съездить Угу Все-таки От Генжика Вадим Мамонов Так это Я думаю Где-то Вживить Получается Здесь Плюс-минус Там Укола Ростова Наверное Писутки Здесь Недалеко На море Съездить Угу Ну Бляд Тут тоже Надо за все платить Но если Сезон ехать Здесь будет все дорого Вот сейчас Не сезон Здесь можно найти Какие-то такие Адекватные цены Просто сейчас Похладненько Уже стало Ребят Тут надо просто Поймать Сентябрь Поймать Там уже И цены Дешевые И купаться Еще можно Мы как-то Были В этом Давно Еще были В этом Самом В Абхазии Что-то 600 рублей Платили За номер Или 700 Попали на закрытие Сезона Это был 15 октября Так Барсик Как работает Алексей Не каждый сможет Это очень трудно Каждый день Вести стримы И постоянно Что-то снимать На камеру Брать интервью Это требует Очень много Энергии И силы Да Барсик Я очень с тобой Согласен Я думаю Что вообще Ребят Даже не то Что каждый Вообще Очень мало Кто сможет Друзья Извините За то Что может Я умничаю Сейчас Очень мало Кто сможет Такому Живить Работать Тут И тут Искать И ехать И все остальное И снимать И смотреть Интервью И все остальное Ребят Не каждый Сможет Так что Ребят Это такая Определенная Тоже Нагрузка С кофейком А с кофейком Тодор Приветствую Приветствую Без в Англии Жизни нет И в Европе Тоже Там Жизнь Есть только В России Точно А в минивене Реально Спальное место Оборудовать Да Так Денис Они же там Есть спальные места Есть просто Минивена Которые там Мне ребят Очень понравился Минивен Этот самый Как он Шевроле Эксперт Или эксперт Называется Экспресс Экспресс По-моему Шевроле Экспресс Офигенный Но единственный Ребят У него Тоже Литраж У него Как у моя У меня Тоже Даже еще Больше У них по-моему 315 лошадей У него 340 лошадей Он тоже Налоговый Вот это минус И так Это конечно Там вообще Салончик Просто бомбический В этом В Шевроле Эксперте Классный Минивен Так Влад Сергиевка Своими глазами Замечать Стал В давнем Времени Там Сказали Топ Сын Полок Так Тогда сам Увидишь Что-то Ага Так Рене В автодоме Можно и не только Готовить Но и мыться В душе Ну да Да Запринейм Да Легко Фольксвайдинг Калифорнии Посмотрите Это Заводской Ахип Это заводской Вариант И самоделоващики Так Делают Ага Понял Сереж Конечно Можно Виктор Ага А с треснувшим Стеклом Пропустит Тула А вот Это Виктор Не знаю Я думаю Ничего страшного Не будет Там Заметь Чтобы оно Ищет Треснуто Там Не так Созданно Поглядит Чтобы Там Треснуто Будет Так Анатолий Крисанов Алексей Привет Чтобы Сохранить Лобовое Стекло Нужно Срочно Заспределить Стрелки Трещины По стеклу Обратить Это недорого А до этого От воды И пыли Заклеиваю Именно Скотчем А Он когда же Тогда Ребят Завтра Понедельник Завтра Буквально Сижу Стекло Сделаю Хорошо Анатолий Спасибо Большое Что-то забыл Только сегодня Увидел Час сказать Лайков Леш Простит Спасибо Ребят За лайки Ой 72 лайка Может До сотки Дотянем Друзья Лайков Сергей У тебя Что и Дизель Какие впечатления От Крыма Хо Хо Ребят Впечатления Положительные Впечатления Положительные Но Сразу Жить туда Я не поеду Жить не поеду Туда Из-за того Пока Крыма Нет легального Статуса Нормального Он вроде Есть Но Его вроде Нет Когда Крым Будет легальным Статусом Нормальный Тогда Конечно Можно Быть Все-таки Я Свою жизнь Подразумеваю Как путешествие Что можно Выезжать Куда угодно А это Соответственно Там С пропиской Крымской Далеко никуда Не уедешь Вот К сожалению Мне проще Где-то Там Геленджик Или там Анапа Не знаю Сочи Новороссийск В общем Какой-то наш юг Где-то Выбирать Вот здесь Гораздо проще Будет Потому что Крым пока Не тудым Получается Там Все классно Но К сожалению Вот так Удачи Не слушай Хейтеров Да Спасибо Так Ставьте лайки Спасибо за лайки Ребят Лайки пошли Отлично На социале Сидеть Мечта Да ребят Не знаю Ребят Я не выстежу Никаком социале Вот Сегодня я буду Что-то делать Леша говорит Честно Говорит Как есть Да Спасибо Спасибо Бородов Денис Денис Я сейчас На новом Макбуке Обмонтирую Айбой Вот что-то У меня сейчас Вот этот Последний ролик Тоже Почему-то Только 45 минут Сделал А час 15 Было видео Что-то не сделалось Не знаю Что с ним Случилось Такое Ну да ладно Вот Сейчас на новом Макбуке Дам Очень Кстати Макбук Ребят Вообще На М1 Ребят Просто Бомбически Работает Вообще Классно Да Влад Сжать Есть Что-то Есть Так Так Ну В Испании Да По-своему Ребята Так Поэтому Серега Айсей Зовет Себе Хочет Улачить Его А Серега Зовет Понятно Дизель Не то Старай Выхват Так Но в Крыму Через 5 лет 5 круче будет Чем в Испании Да Ребят Я думаю Ребят В Крыму Будет очень круто Потому что Все делается Все там делается Все строится Потихонечку В стране 30 лет Ничего не делалось При Украине Там ничего не делали Так как Советского Союза Все это осталось Так никто ничего не делал Сейчас В Крым Вкладывают Поэтому Я думаю Через 5-10 Крым будет Очень крутой Я сегодня Въехал В Дирижик Друзья Я просто офигел Дирижики Очень круто Даже вечером Все светится Все просто Современно Бомбически Я за днем Конечно Посмотрю Думаю Дирижик Будет Вообще Круче Испании Дирижик Каких там Городов Даже Испании Здесь просто Все По-другому Горазу Здесь все Горазу Все Современней Вот Не все Города Такие Будут Понятно Тут Есть Деревушки Запустевшие Но Какие-то Городочки Есть Просто Бомбические Так 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 Вчера Залил 95 бензин Ева 35 Ух ты Ева 35 95 бензин Да Залито И это Валькампа Со скидкой Ничего себе Так бензин подорожал Ева 35 А ну хотя 92 там заливал А 92 вообще там нет Я забыл Что в 95 Ну дорогой чем бензин Конечно Жесть Я ребятка Сейчас балдею Ребят Моя машина Кушать немало Там по 30 лошадей Ребят Ну бензин 46 рублей 47 там Ну отлично Можно здесь ездить Может лучше сделать Автодом из трактора На гусенице Чтобы Да А Васик Гауз Германия Евро 80 Ух ты Евро 80 Обалдеть Леха Давай едь в Турцию Хватит Депрессировать Хорошо Сереж Скоро поеду Так Так Ребят Спасибо за лайки Ребят Ребят Еще ребят Осталось 20 лайков Ребят До соточки Давайте попробуем Дотянуть Буду очень признателен Юг России И Крым В итоге будет Ваше место для жизни Юг России И Крым В итоге будет Ваше Может быть Не знаю Ребят Посмотрим Я сейчас Специально хочу Прокатиться Посмотреть Потом съездить Еще в Грузию И уже в Турцию Вот так Чтобы просто Оценить ситуацию Оценить Ребят И в принципе Друзья Извините Но я отсидел Немножки Я вот так вот Опа Я вот так вот С вами Вот поэтому Ребят Я сейчас Оценю ситуацию И в принципе Через какое-то время Мне будет понятно Вообще Ну вы услышите Мои стримы Друзья Вот я сейчас Как раз оценю Потому что Не все Имеют такую Возможность Там наш Юг Здесь проехать Полностью Там месяцочек Потрать Там еще Потом Грузию Потом там Турцию Ну я вот Проедусь И расскажу Своё впечатление На эту тему Хорошо там Где ты как рыба В воде Все правильно Все правильно Здесь все-таки Я конечно не говорю Что здесь Как рыба В воде Но мне здесь Гораздо проще Чем в Европе Хотя бы язык Свой Вот Ну и нюансов Много знаешь Как вы считаете Так понятно Милые возвращения Здрасте Приветствую Саакашвили Александр Это не поборы Поборы Это в России Права у половины Куплены Может быть Да Может быть Так Александр Беларусь Ага Электричество Тоже немного Подорожал А Влад Подорожал Электричество Ну в Испании По-моему Подскочил Все достаточно Ребят В Испании Насколько я знаю Так Там же денег Нету Так Ой Ребят Опять какой-то Хейтер Пришел сюда Блин Сейчас Ребят Хейтер Заблокирую Секундочку Сейчас Друзья Проблема Люлья Из Крыма Путешествовать Страфа Так Извините Пролистнул Опять Рабы Ютуба Каков Генжик Ребят Пока Генжик Только приехал Ребят Еще вот завтра Буду смотреть Только Ребят Пока Только Вот вечером Приехал Еще не видел Перекус Ну да У меня больше Перекус Ребят Макс Сухаров Что-то Я слышу Про штраф Ребят Тебя Ты вообще Что за Макс За штраф Получил Какой-то Большой штраф По-моему Что-ли Очень много Да Ютуб Согласен Согласен Как машина радует Денис Машина Очень радует Денис Ребята Не жалеет Лайков Алексей Проводит Да Ребят Спасибо За лайки Ребят Проводит Как всегда Интересный Стрим Спасибо Ребят За лайки Инструкция На пароме Водрес Ну Я слышал Об этом Александр Просто Мне сейчас Получается В Украину Заехать Еще А это Тоже Сложно Будет Черногория Смотрит Привет Леша А Дим Привет Касавчик Дим Привет Дорогой Отлично Так Доехать Из России Нет Паром Ребят Сейчас Не ходит Иван Паром Ходил Из Трабзона По-моему Еще Из Крыма Паром Ходил Раньше Сейчас Все Отменили Друзья Я на пароме С удовольствием Въехал Вот Но к сожалению Все Отменили Ребята Ага Продолжение Слушайте Хейтер Раздевайте Свой Канал У тебя Все Хорошо Получается Твои Стримы Всегда Открыты И честные Ты говоришь Как Есть Да Спасибо Курбан Спасибо Спасибо Что Арендовать Планируешь В Турции Арендовать Да Ребята Какой-нибудь Апартамент Какие-то В аренду Возьмем Все Тоже Быстро Надоест Так что Чуть Только Погулять И обратно Может быть Посмотрим Так Так Ага Все Почитал Так Все Ребята Сейчас Я найду Где Тут У меня Остановился Загугли Ремонт Автостекла Трещину Зальют Клеем И Не Видно Будет Это Недорого Вот Завтра Александр Спасибо Ребята За Подсказки Ребята Завтра Я Поеду Этим Вопросом Заниматься Ребята Потому что У меня прям Трещина Такая Очень быстро Расплывается Даже Только Заметил Сейчас Ее То есть Крым Это Проблема Для путешествий Лучше Туда Не ездить Тогда Да нет В Крым Можно Есть Юлия Просто Если Там Жить В Крыму С крымским Паспортом Просто Европу Не пускают Понимаете Если У тебя Прописка Крымская Вот В чем Дело Туда Можно Есть Там Все Безопасно Все Отлично Можно На пароме Есть Черногория Может Быть Штрафы Большие Так Хорошо Люли Так Юлия Ну Не Ну Алексей Говорит Нелегально Все Там Да нет В Крыму Нет Почему Нелегально Просто Для меня Вопрос Важный В том Что С крымским Документами Не пускают В Европу Но соответственно И в другие страны Потому что Крым Сейчас считается Как Абхазия Кто-то Страну Просто Не признает Понимаете Сейчас Вот И все Так Пожалуйста Там Все Безопасно Пожалуйста Едите Путешествуйте В Крыму Все нормально Никто Там Никто Вас Не ударит Все Безопасно Правило Дизель За Евро 59 А Ром Привет Дорогой Привет Дорогая Германия Евро 59 В Германии Дизель Был Что-то Евро 20 Евро 30 Примерно Что-то Подскочило Столь Уже Офигеть Да Леха Привет Уже Из Украины 50 Евро 2 часа А И мы Дом В Украине А Понял Яков Приветствую Приветствую Яков Отлично Быстро Быстро Отдохнули Вы Каким Маршрутом Планируете Попасть В Турцию Ребят Я же говорю Через Грузию Можете Помахать В камеру Другая Так Романыч Ты там Не замерзаешь Ага Так Туристу На какая Разница Легально Или нелегально В Антарктиду Туристы едут И они И они Кто не легалы Ребят Туристы могут Жить Какое-то время Помогите В Испании Я хотел Жить Долго Долго Жить Тебя Нелегально То есть Легально Не сможете По турцинской Визе Там Есть Предел Три Месяца И Все Сесть Обязательно На Красную Поляну Обязательно Спасибо Иван Обязательно Сеюш Конечно Привет Изгубкин А уже Еленджик Алексей Молодец Спасибо Юрий Спасибо Да Ребят Потихонечку Передвигаюсь Турция Лучшая Стана Для Жизни Думаю Да Яков Я тоже Согласен Да Даниэль Привет Дорогой Даниэль Привет Швеции Приветствую Турции Супер Согласен Держи Лайк Спасибо На стоянку В неположном Месте А это Максим Да На стоянку В неположном Месте Ну вот Так вот Ребят Что же Делать Ты почему Квадрик Не поднимаешь Кстати Да Квадрик С тобой Но забываю Поднимать Его Один раз Поднял Крыму Надо будет Почаще Поднимать Хорошо Хорошо Поднимать Буду Вчера Сухар Получил Срав Девушки Тут Красивее Чем В Аликанте Ну да Наверное Ребята В России Украине Девушки Красивее Чем В Аликан Согласен То есть Чем В Испании После Поездки В Крым В Украину Алексей Больше Не попадет Ну Не знаю Попаду Не попаду Так Рияз Привет Набережные Денежники Классные Вот Завтра Пойду гулять По набережной Так В Европу Уже По загранпаспорту Ездит Как там Узнаешь Что ты В Крыму Живешь Ребята Я не знаю Просто Может быть Загранпаспорт Сложно получить По прописке Получается Вот Так Вот Именно Крымская Мне сказал Подписчик Видели Смотрели Видео Реальный Крым Сейчас Вот Недавно Только С Николаем Было Видео Там Прям Караване Рассказываются Эти вещи Украина Может Поехать Не могут Завернуть Но Могут Завернуть Понятно Сегодня В Германии Дизель Евро 89 Офигеть Ай-яй Привет Алекс Алекс Путешественнику Спасибо За интервью С простыми людьми Купи комплекты Для ТО На своем авторе Чтобы в Турции Не было Проблем Удачи В путешествии А Спасибо Юрий Хорошо Спасибо Юрий Так Юлия А зачем А зачем Европу Нечем там делать Сидеть здесь лучше Там Гей-парады Или тебе Это понравилось Хватит уже Без штанов Скоро останешься Спасибо Юлия Хорошо Хорошо Не поеду в Европу Спасибо Алексей Что там прикольного Из местной кухни Отвернул Ребята Я тут Знаете Я пока подсел На эти самые На чебуреки Мне так чебуреки Мне нравится 80 рублей Стоит чебурек Такой большой Хороший Они конечно На масле Слежаются Понятно что они Такие не сильно Полезные Чебурек с сыром Очень вкусно Ребята Горяченький Заказываешь Сразу горяченький Ешь Или чебурек с мясом Просто обалдеть Я ем 2 чебурека Это по 80 рублей С мясом И сыром Наелся 160 рублей Друзья Наелся буквально От всего пуза На один день Я один раз Я ем И я просто Наедаюсь на везде Ребята Поэтому Очень вкусно Бензин 90 цент Евроцентов А 90 цент Да Так У нас Так Гейппарады Ага Что это у нас С чебуреками Ну вот Артем Говорю Чебуреки Нравится У них местные Вася Каково Интересная Политика Так Азем С мясом Есть Да Чебуреки С мясом Есть Кто там Гейппарады Мы Замучили Сколько С мясом Стоит 80 рублей Ребята Крым Крым Обрал Здесь Крым Чебурек Голубор Тут Чебуреков Меньше А Бухты Грязные Может быть Агапка Ага В Турции Купить Яхту И путешественные Яхты В Европу Ага Понял Сереж Хоть да Чебуреки Это не Гиетическая Гиетическая Пись Располняешь Ну я согласен Ребят Ну это так Пока На какое-то время Конечно Постоянно Чебуреки Есть не будешь Приси Купи Маленькую Культиварку Всегда можно Приготовить Блин Ну И мультиварку Маленькую С собой Купить У меня Ребята Аппарат Из кофейной Мой любим Который В Испании Помните Купил За 25 евро Вот такие Таблетки Хорошие Таблетки Не могу Нигде Купить Надо большой Торговый Торговый Центр Где-то Найти Не купишь Нифига Леха Смотри Чтобы Изжога Да Кстати Из чебуреков Изжога Есть немножко Согласен С этим Да Какие деньги Собираешься В Турции Жить На какие Ребята Ну Какие Ну Че такие Вы просто Создаете Ребята Ну Буду Значит Работать Зарабатывать Ребята Где Стоит Тысяч Рублей Цена И Около Ага А Понял Понял За это Мультиварм Хорошо Ях Сыть Много Шпартов Тут Сразу В Анталию А Хорошо 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 В Анталию Окей Яков Хорошо Все Ребята Мы с вами Болтали Спасибо За лайки Ребят Три лайка Ребят Не хватает До ста Ребят Три лайка Поставьте Пожалуйста До ста Не хватает Трех лайков Друзья Вот Чуть Чуть Вот 98 98 Отлично О 99 Ребята И И Сотый лайк Ребят Сотый лайк Давайте Сотый лайк И Так Сотый лайк Ребята О 101 уже Ребят Спасибо Ребят Вот Ребят Спасибо Большое Ребят Сегодня 100 лайков Круто 101 лайк Уже Отлично Ребята Спасибо Так Так Леха Будет жить На свои Деньги Так Что Не Переживайте Ну да Ребят Переживайте Какие Деньги Я буду Жить Ребят Я ни у кого Денег не Прошу Не переживайте Друзья Слышите Ни у кого Денег не Прошу Кто Писал Сейчас Клянчить Будет Я вообще Никогда Не клянчил Ни у кого Денег Херню Пишите Ни у кого Не клянешь Я Сам Ребята Я полагаюсь Только На сам На себя Так Что Не переживайте Я Взрослый Дяденька Уже Вот Взрослый Мальчик Вот Ответственность Знаю Что такое Поэтому Все нормально Так Полагаюсь Только Сам На себя Только Не Настройку Не пойду Пока Вася Вася Это Последний Вариант Не пойду Да Да Кипятильником В раковине Ага Сосиски Варить И Пельмешки А Понял Спасибо Хорошо Алексей Все правильно Едите в Турцию Поживешь В тепле Согласен Юрий Спасибо Алексей Спекулянт Интернет Магазин По клубу Мой господи Что такое Как Новороссийск Ребята Новороссийск Что-то мне показалось Каким-то Таким Рабочим Городом Сто процентов Так Так Мне Интересно Ага Бюджет Сколько денег Бюджет 10 лайков Давайте Ага Путин Медведь Все 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 Ребята 106 Лайк О Ребята Спасибо Ребята Ребята Давайте Всем Хорошего Дня Друзья Всех Обнимаю Целую Ребята Люблю Моих Подписчиков Ребята Давайте Все Такую Ночь Ребят Пока Пока Друзья Хорошего Вам Вечера Ребята 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 Ребята